здравствуйте педагоги края работники культуры могут стать еще профессиональнее в регионе продолжается реализация федерального проекта творческие люди в чем его суть об этом и не только побеседуем с нашими гостями у нас студии елена гетманская директор краевого учебно-методического центра по художественному образованию и денис бурштейн пианист доцент кафедры специального фортепиано российской академии музыки имени гнесиных здравствуйте 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 первый вопрос вам расскажите пожалуйста о проекте я знаю что уже идут первые занятия и даже знаю что педагоги в восторге действительно министерство культуры алтайского края совместно с российской академии музыки имени гнесиных организовала курсы повышения квалификации преподавателей детских школ искусств алтайского края и профессиональных образовательных организаций в отрасли культуры финансирование данных программ осуществляется за счет средства федерального регионального бюджета наш край получил квоту это 173 преподавателя педагогических работников отрасли культуры которые смогут пройти обучение в рамках этого проекта наверное нужно сказать о том что федеральный проект творческие люди является составляющей частью национального проекта культура а основной идеей национального проекта культуры является обеспечение максимальной доступности нашего населения к культурным ценностям вот и поэтому соответственно задачами проекта является улучшение так скажем инфраструктуры учреждения культуры а также повышение квалификации работников нашей отрасли чему их учат вот если по простому сказать что они действительно узнают такое что нельзя узнать других условиях но необходимо наверное сказать о том что этот проект будет существовать до двадцать четвертого года и мы очень признательны министерство культуры алтайского края что именно в этом году такое большое количество человек мы можем обучить мы первые пошли на обучение и мы заключили договор об обучении с российской академии музыки имени гнистиных поскольку у нас преподаватели так скажем направлении художественной направленности на будущий год когда пойдут уже наши коллеги обучаться они будут обучаться возможных других вузов потому что вот вот эти вот центры непрерывного образования повышения квалификации они организованы на базах творческих вузов самых лучших в этом году это 7 центров непрерывного повышения квалификации а к 21 году их будет уже 15 сейчас то москва санкт-петербург дальний восток краснодарский край потом это будет уже кемерово и красноярск вот и конечно же каждая категория так скажем работников будет выбирать свои программы нам было интересно именно поработать с академии музыки имени гнистиных потому что это наше направление художественное направление денис вот по подробнее о самом процессе вы на этой неделе работаете с педагогами скажите по вашей оценке каков их уровень в чем хороши в чем наблюдаются пробелы опять-таки вот чему вы их учите что для них вот благодаря вам в новинку что они новое узнают вы знаете вот я хотел бы для начала уточнить то что сказала вот елена тот очень важный момент и в общем довольно таки принципиальный да вот благодаря вот этому финансированию и федеральному и краевому все эти курсы они бесплатны для участников я хотел бы да сделать на этом акцент это действительно так вот это замечательно потому что мы знаем что по сказать так выстроена система нашего образования что все мы должны время от времени все люди работающие в этой сфере да должны повышать свою квалификацию периодически да и конечно для педагогов из далеких регионов да это так сказать ну некая проблема потому что допустим поехать в москву но из того же барнаула это и дорого это далеко действительно ну и так далее и тому подобное это сопряжено со многими проблемами вот и поэтому конечно совершенно замечательно что появилась вот такая возможность с одной стороны у педагогов пообщаться с крупнейшими вузами и с педагогами из крупнейших вузов россии в том числе с московскими вузами да а с другой стороны у нас у людей как которые работают в этих вузах появилась возможность вот такого общения вы знаете я скажу так дело в том что ну это же все такая немножко условная терминология но вот повышение квалификации это понятно да привычное словосочетание да и конечно мы занимаемся искусством искусству ну конечно же учится всю жизнь да хокусай великий да японский художник он где-то вот кажется в 75 лет он написал что вот он наконец-то понял как обладел рисунком и теперь он приступит к владению другими так сказать областями да в изобразительном искусстве и вот где-то к 100 годам он планировал уже свою квалификацию повысить уже до какого-то настоящего такого уровня да ну и так далее ну масса привыкли ван гог умирая к сожалению да вот в этой психиатрической лечебнице совершенно искренне полагал что он только сделал какие-то первые шаги что к сожалению ничего в общем-то не успел да что он только чему-то начал учиться так вот понимаете так вот если даже вот такие великие примеры да вот с одной стороны с другой стороны я вижу огромное количество очень опытных людей их подавляющее большинство у них очень большой стаж у них часто за плечами уже так сказать большая жизнь они много всего повидали повидали разные времена времена эти менялись да и дело не в том что им нужно там чему-то учиться или там что-то такое непонятно как повышать а дело в том что мы как бы можем просто на сей раз вот позволить себе такую роскошь да вот как лев николаевич толстой говорил роскошь человеческого общения вот мы можем позволить себе роскошь общения профессионального общения которое не просто важно оно практически все и определяет в сфере культуры если только эта сфера да хотел все таки уточнить да то есть да это это кто у нас учителя да конечно по подавляющим большинстве это педагоги детских музыкальных школ ну а также и колледжа да то есть средней ступени преподаватели детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций отрасли культуры мы называемся преподаватели эти мастер-классы да да работе с инструментом либо и о теории об истории музыки в итоге дети которых они будут обучать что вот они может быть я исходя даже из этого да узнают через это узнают нового вы то есть вы хотите конкретизации с удовольствием понимаете но вот в рамках вот нынешних курсов часть занятий была посвящена такому общеизвестному и во всем мире любимому циклу детскому и одновременно кстати и не детскому который называется детский альбом петра ильича чаяковского да эту музыку которую любят и знают люди не только дети а вообще все и не только музыканты миллионы людей во всем мире да эта музыка которая ну как часть природы без которой мы не можем представить себе не только русскую культуру но и мировую вот и конечно это репертуар чрезвычайно востребованный сверх востребованный и так сказать возникает с другой стороны ну другая такая особая проблема да потому что люди из года в год имея дело вот с этой замечательной потрясающе гениальной музыкой но они к ней привыкают как бы замыливается восприятие да и вот нам очень важны вот эти встречи для того чтобы обсуждать какие-то вещи заново встречаться с этой музыкой а она неисчерпаема она неисчерпаема и в этом так сказать чудо и состоит да и в этом суть как бы искусство тексты тексты эти неисчерпаемые тексты Прокофьева Мандельштама там я не знаю Пушкина или там Гёльдерлина они неисчерпаемы вот и поэтому и чайковского конечно тоже и поэтому всегда можно найти что-то новое даже не то что найти что-то новое а по-новому на это посмотреть с какой-то другой точки зрения и вот здесь очень интересный такой момент который мне очень нравится потому что ведь я же не работаю с детьми конечно я я все время с ними встречаюсь вот проводя мастер-классы регулярно в разных городах россии да я сижу в жюри конкурсов но по своей так сказать основной деятельности я преподаю в вузе то есть имею дело уже с очень очень взрослыми детьми так лет за 19 20 и старше да вот и соответственно конечно они у меня не играют этот репертуар так но тем интереснее тем интереснее то есть я нахожусь вне этого рутинного иногда да педагогического ежедневного каждодневного процесса и поэтому может быть у меня какой-то ну в чем-то более свежий и во всяком случае независимый от этой рутины взгляд на эту музыку и вот здесь мы начинаем это обсуждать начинаем чем-то делиться и это очень плодотворно потому что я вот в течение этих дней почувствовал и ощутил какой-то очень горячий сочувственный отклик вот как раз хотел узнать а вам что от этих курсов что что вы нового узнаете вы сказали что для вас это роскошь человеческого общения намного что значит вы знаете вот как вам сказать вот если говорить действительно конкретики да дело в том что любое общение на каком-то уже художественном уровне когда люди занимаются чем-то так сказать какой-то художественной деятельностью постановка ли это спектакля или работа над музыкальным произведением да там конечно огромное количество технических моментов важнейших да хотя само слово техника но в корень то его само слово техно означает искусство его из греческого как известно да вот но понятно о чем идет речь вот но это всегда что-то новое это никогда не может быть на самом деле повторением каких-то правил или каких-то теорий каких-то так сказать таких вещей которые можно записать ну я имею ввиду буквально записать но в конце заказов тогда не нужны были бы эти встречи можно было бы выпустить книжки можно было бы выпустить пособия и люди бы их читали ли там так сказать в интернете их как-то запустить вот нет это всегда общение и и конечно привязанное если говорить например о жанре мастер-классов какому-то конкретному репертуару так вот здесь мне хочется заметить с удовольствием я это замечаю что вот это бывает очень по-разному в разных регионах был очень серьезный репертуар мы сегодня это обсуждали то есть было просто неслыханное количество сонат бетховена например представлена мастер-классах это редко бывает я этого совершенно здесь не ожидал мне это было крайне приятно и крайне интересно вот это очень все серьезно понимаете это было на очень приличном очень очень таком настоящем профессиональном уровне это было для меня неожиданным было таким неожиданным подарком то есть я чувствовал что это бывает не всегда я чувствовал что на многое из того что я говорю ученикам им понятно то есть я говорю им это на том языке который они уже знают это не всегда так вот мне очень приятно это сказать мне мне это очень здорово а елена кроме дениса еще кто-то работает с учениками либо он один да завтра мы прощаемся с денисом александровичем и уже вечером к нам прилетает камерная певица профессор кафедры сольного пения российской академии музыки екатерина валерьевна стародубровская она будет работать с вокалистами академический вокал а с 16 по 19 мая у нас в гостях музыковед теоретик это зоя гуменюк и органист клавесинист пианист ученый исследователь представитель легендарной династии музыкантов это александр майкопар вот такие педагогов уникальнейшая действительно поистине возможность что они в итоге получат как знать того что они прошли эти курсы свидетельства повышение квалификации что пройдя обучение каждый преподаватель по итогам курсов получит удостоверение повышение квалификации в количестве 36 часов и еще раз то есть это будет акция повторяться как часто до 20 4 форма далее вот последующие годы если уже какой-то задел на будущее что об этом до 24 года будет длиться этот проект творческие люди у нас уже у каждого творческого вуза на сайте есть перечень тех образовательных программ которые они предлагают регион в соответствии с выделенной квотой выбирает для категории работников культуры и соответственно после заключается договор и происходят вот эти замечательные встречи кстати обучением тоже такой момент очень важный хотелось бы сказать может быть как очно так и дистанционно заочно то есть мы очень благодарны что все-таки к нам приехали такие преподаватели то есть формы разные благодарю за очень интересную беседу спасибо что приехали спасибо вот спасибо что позволили да вот нашим педагогам действительно настолько серьезно глобально повысить свой уровень приятно что это наконец-то стало у нас возможно рады за наших педагогов спасибо я напоминаю что у нас в студии была елена гетманская директор краевого учебно-методического центра по художественному образованию и денис бурштейн пианист доцент кафедры специального фортепиано российской академии музыки имени гнесиных все добро музыка музыка музыка